Привидище! Это Зельда Слеза Королевства, и мы продолжаем искать Пятого Мудреца. В прошлой серии мы собрали костюм Грома, который сейчас нам нет, и можешь наблюдать его. Открыли летающие острова, которые прямо над нами. Их ранее затмевала огромная гроза, шторм, в общем, темные такие густые тучи с молниями. Но теперь, как ты видишь, там совсем чуть-чуть осталось. Вон там что-то еще где-то сверкает, но в целом вроде бы все ушло. Теперь ясно и хорошо. Вон там опять что-то сверкнуло. Короче, теперь направляемся мы именно вон туда, и, скорее всего, там мы найдем Пятого Мудреца. Но это еще не точно. Я наверху, но не на том острове, на котором бы мне хотелось. Значит, я нахожусь вот здесь вот, а нам нужно вот сюда, вот на эти острова. И самое ближайшее это вот эта вот точка. Надо ее, да можно ее даже не отмечать, ее и так видно, вон они. Вот эти осколки, обломанные. По ним мы сейчас и будем взбираться наверх. Черт подери, неужели не долечу? Похоже, не долечу. Разворот, поворот, вот сюда нам нужно. К цаплям. Цапли, здорово! Ну чего вы разлетелись? Я к вам на пикник собирался. Ну и все, я думаю, что отсюда мы точно долетим. Взять разбег, потом сила Тюлина. Не факт, не факт, не факт. Ладно, заюзаем еще одну ракету, чтобы прям вот сто процентов наверняка. Готово. Я там еще, кстати, вижу и магазинчик. Так, вот он. Остров Драконья Голова, о которой нам говорили. Ой, какая музыка тут забавная. Давай сейчас закинем сюда занары и посмотрим, что нам дадут. Ну, вроде пока... Ничего интересного, все это у нас уже имеется. Помимо магазина, тут огромная куча парапланов. Для них здесь парковка даже организована. Ты глянь, это круто. Круто, что не нужно использовать свои материалы, а можно воспользоваться здешними. Корабль я себе соорудил. Здесь есть две ракеты бесхозные, ну, ничейные. Я думаю, что одну ракету я сейчас прибомбачу себе обратно к щиту. Ну, а теперь погнали. Только вверх. И желательно повыше. Давай, 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 Линк. О, подожди, а вот тут-то что у нас? Ёлки-палки, надо было сюда подняться. Я наверху-то тут не был. Тут явно что-то интересненькое должно быть. Ладно, давай залетим сюда сейчас. Вон внизу вижу сундук. Ничего себе, падаем, Хьюстон, Хьюстон. Почему мы не парим? На дерево застряли. Ладно. Ой, ой, ой. Главное не просвать двое пара пара. Но я думаю, что придется его пересобрать, так как прочности у него уже маловато. Ладно, пускай он тут пока потусит. Пойдем посмотрим, что в этом сундуке. Завет мудреца. Бесполезная штука, как мы выяснили, когда я прокачивал Тюлина. А мой локатор, между прочим, который настроен на сундуки, на поиски вот таких сундуков, говорит мне, что тут есть еще где-то неподалеку. Такой же сундучок. И сейчас мы попробуем его найти. Вон он, кстати, в воде. А ну, вылази оттуда. Зонаровый меч. Теперь давай посмотрим, что вот это за руины такие. Что они скрывают внутри себя. А-а-а. Здесь у нас светилище есть. Светилище Зёку-У. Или Зёку-Игрик. Мы сейчас туда зайдем. Какие огромные двери. Ёлки-палки. Попробуем открыть двери. Размял такой плечики свои. Толкать. Не, давайте я уйду. Я, конечно, уверен, что я смогу их толкнуть. Такой маленький, такие здоровые двери. Вообще изи лихнуть. Что это слово сказал? Изи толкнуть, я хотел сказать. Я хочу отметиться здесь, чтобы потом сюда телепортнуться. Вообще, можно даже зайти, посмотреть. Может, там что-нибудь простенькое будет. Да, действительно. Это же благословение Рауру. Тут можно собрать какую-нибудь вещичку и получить чатицу света. Очень просто. Алмаз. Теперь сваливаем отсюда. Ну вот, теперь со всеми сердцами я готов отпереть вот эту дверь. Все дороги ведут к ней. Давай. Смотри, не пукни, Линк. Ну, сердечек должно у меня хватить. О, почти. Это что такое? Это же башка совы! Ёлки-палки. Прям как у меня на костюме. Вон, точно такая же. ЗВОНОК. 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 Знакомый луч Нам придется следовать туда сейчас Линк Рыцарь-телохранитель Зельды Прошу Веди нас туда, куда ведет свет Берем, значит, бошку Да, бате Ну дайте мне уж двигаться-то Хватит уже вот эту всю фигню писать Из глубины веков Хватай бошку и потащили ее туда Можно, можно Ее кинуть и не париться Хотя, подожди, вот для чего тут параплан-то был Да? О, ништяк, тут еще ракета есть Просто балдежно Так, выкидываем бошку Так, бесцеремонно ее бросил Ее надо вот сюда прикрепить вперед Все, полетели, дорогу покажешь? А, нет, мы так, наверное, не погоним Да, пропеллер один возьму Чтобы оттолкнул вас Все, к запуску готово, погнали А я-то думал, что тут парапланы И вот это все Для того, чтобы подняться наверх Но нет Все так просто оказалось О, тут статуя совы Вот это, да Приземлились как надо Я уже на руках держу эту бошку совы А где мой параплан вообще? Что за безобразие? Это неправда У меня тут был врезанный параплан Ладно, пойдем А вот, кстати, параплан вновь вернули Так что все нормально Можно сказать, что так оно и было Для синематической картинки Не, синема-картинки Ну, как в кино, типа Параплан специально убрали Пролом в лощине Тобио Сейчас я бошку поставлю сюда Что, батарейки сели, что ли? О, нифига себе, как он умеет Он не только вниз-вверх А еще и по диагонали умеет летать Этот лифт Линк О, это я Рыцарь-телохранитель Зельды Ага, слушаю внимательно Че надо? Спеши Мы должны встретиться Как можно скорее Нет проблем Такси! Гони на все бабки! Ну, че-то как-то не гонится У меня по ходу ограничения по скорости Извини Быстро не получится Капец! С небес Спуститься под землю! О, я там Это что там? Не понял Там еще механизм Какой-то здоровый Смотри, стоит Так, так, так Ну, конечно же К нему нас ведет Это башка Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Сейчас будем собирать нашего пятого мудреца. Как тебе бошку-то? Подожди. Ультрарукой возьму да поставлю. Я слишком низкий, не дотягиваюсь. Вот так вот. Странно, конечно, что тут только туловище. Где остальные части тела? Их что, монстры растащили? Линк. Рыцарь-телохранитель Зельды. Я за него. Меня зовут Минеру. Я мудрец духа. Хорошо, что мы можем наконец-то поговорить с тобой. Я живу в виде духа. В бестелесной форме. Довольно сложно общаться. Ты видишь четыре цеха? Не вижу я, только тебя вижу. А, вот один. Вот второй. У них есть то, из чего можно сделать тело для меня. Погоди, тело-то у тебя есть. У тебя конечностей не хватает. Я уверена, что у тебя получится. Конечно, я же перерожденный инженер-конструктор. Я сейчас тебе такие руки забабаху из говна и палок. Хорошо. Пойдем по цеху прогуляемся. А, подожди. Может, тут я что-нибудь еще интересное найду? Потому что рядом наверху мне показывают, что есть сундучок. Надо бы подняться. Ну, я хотел не так подняться. Все-таки придется по лестнице карабкаться, да, типа. Так, так, так. О, здорово. Ты мне новый чертежик, может? А, смотри, это чертежи для минеру. Я вон вижу там руки, ноги. Добро пожаловать в сборочный цех. Давно я не принимал посетителей. А что за цех такой? Это сборочный цех, в который доставляет детали для сборки големов-строителей. Готовых големов потом отправляют на драконью голову. Однако есть одна проблема. Сейчас, на данный момент, на склад перестали поступать детали. Я остаюсь в режиме ожидания, чтобы принять их. И как только они придут, я смогу все начать по-новому. О, хорошо. Ну, для этого мы и здесь, чтобы восстановить все цеха. Четыре штуки их. Но прежде я хочу посмотреть, что у тебя в сундучках. Может, там зонарчики огромные? ГК-4, големорезак. 55, да мало ли. Крепкий зонаровый меч, какими владели зонаи. Кто-то выкинул. А тот возьму. А тут чего? Показывайте. Может, лук тоже зонаровский какой-нибудь? Точнее, зонаевский. А, зонаровый щит. Ну, для щитов у меня места есть. Ну, в общем, в первую очередь, прежде чем отправляться по этим цехам... Ух, елки-палки. Фух, я думал, тут пропасть. Нужно, короче, открыть вот это дерево. Чтобы, если что, если я тут потеряюсь, не дай бог, я мог сюда телепортнуться без проблем. Заодно осветим территорию. Вот так-то лучше. И теперь я вижу, что к одному цеху у нас идет... А, нет, это не к цеху. Я думал, там лестница идет. Но, увы и ах, лестница здесь покрыта вся миазмами. А там еще и черти ходят. Ладно, давай тогда по перилам попробуем перебраться. Тут прям вся эта лестница в миазмах. Ужас. Есть у меня одна идейка. Надеюсь, она сработает. Все, что нам нужно, это вот эту колесницу выкинуть. И пропеллер. И все, можно уже гнать. Попробуем. Ништяк. Вот и все. Вот и преодолели мы миазмы. Цех правой руки. Она и в коробке еще. Блин. Открылись ворота там, откуда мы только что прибыли. А транспорт мой остался там. Ну, ничего. Ладно, не страшно. О, конвейер заработал. Нифига себе. Так, руку берем, значит. Ее можно разломать как-то или что-нибудь с ней сделать? Нет. Тогда мы ее вот сюда кидаем. Или, в принципе, можно. А, колеса нас не хотят, да, поднимать? Ну вот. Ладно, пускай хотя бы коробку тащит. Этот конвейер. И здесь все, видишь, наэлектризовано. Прям капец как. Я приехал. И как нам быть? И что нам делать? Как туда перебросить все это дело? Наверное, костюм электрический нам поможет даже. Ах, нифига себе. Нормально так шандарахнуло меня. Ну, короче, вот. Вот такую вот штуку сделал. И, по идее, должен как бы на ней уехать. Но сейчас проверим. Сперва надо все проверить. Типа, вот так. Сейчас мы попробуем залезть на это все дело. Минуточку. Ай! Промахнулся. Вот. И поехали. Вперед. Едем. Ништяк. Четко. Ю-ху. Вот мы и здесь. Все, колеса я оставлю себе. Тачка готова. Переворачиваем. Поехали. Надеюсь, ветерком получится. Просто вниз едем и все. Приехали. Единственное, я не знаю, как эту коробку теперь... Стой. Единственное, я бы случайно выплюнул. Есть, значит, что я не знаю. Так это коробку эту... Как ее разломать? А, она прям тут разломалась? Ну ладно. Первый шаг сделан. Осталось еще три, Линк. Цех левой ноги. Вот и левая нога. Подъемный кран для нас приготовили. Так что... Так что, давай-ка вверх. Ух, как мы вылетели оттуда. А тут у нас чего? Давай покрутим, повертим. А, это мост. Сейчас допустим его. Что я предлагаю? Это довольно просто. Мы сейчас... Делаем вот что. Я думаю, ты уже понял, что я хочу. Я хочу сделать из этой коробки с ногой... Транспорт. А именно, ракету. Все, ракета готова. Можно, в принципе, и запускаться. Погнали! Серьезно? Так, стоп. Сейчас я его вытащу оттуда. Хоть я не долетел, но вытащить эту штуку я смогу. Идите-ка сюда. Еще и ракеты остались. Вау. Балдежно. Прямо вон туда, пожалуйста, у меня доставка. Полетели! Йо-хо! Ай да я! Ну, почти доехали. Почти-почти прям вот-вот-вот. Ну, ты посмотри, как гладенько это, а! Прибыли! Знаете, пожалуйста. Ногу, значит. Вон туда ее надо, да? Готово. Две части собраны. Осталось еще две. Рядовой линк к цеху номер три прибыл. Что тут у нас? Рука. Цех левой руки. Ага. Тут уже вижу колесо, между прочим. Но сперва надо забрать руку. Естественно, все снова запирается, там отпирается. И нам надо преодолеть этот трудный путь. Из тебя запустить ты открываешь нам... Какой интересный механизм, да? Ай да, красота-то! Ладно, значит, берем руку и потащили все сюда. Через лаву. Или не сможем. Течение лавы-то нас кинет вниз, вот сюда. Ладно, тут хотя бы руль есть. Цепляем руль. И снова выбрасываем пропеллер. Максимально его туда вот так вот оттащить. Поставить вот так. Поехали. Так, 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 так. Все здесь бросаем. Дальше я поехал. А я не еду. Что-то не получается. Нет проблем, в принципе. Я сделаю тут вот так вот. Ай, чуть-чуть пяточки снова подгорели. Ну, и тут дело техники осталось. Просто сделать вот так вот. Вот, и все. Больше мороки было, да? Нафиг пропеллер сделал. Дальше нам надо направо. А может и налево. Вот сюда вот, короче, нам надо. Здесь есть колесо, которое мы приделаем. Вот, все сделал. И вот так-то у нас точно все получится. Единственное, руль забыл перевернуть. Секунду. Вот как это все должно выглядеть. Теперь у нас колеса как надо помещаются. Ага. Все. И мы не сможем тут, кстати, перевернуться, потому что вот эти плиты держат нашу коробку с рукой. Все, поехали. Перебрались. Ништяк. Просто может поднять ее. Хватаем наш транспорт и просто затаскиваем ее сюда. Вот и все, в принципе. Let's go. О, тут еще вода. Нифига себе, вот это поворот. Ой-ой-ой-ой-ой, нас закрутило. Блин, плохо-плохо дело. Но они упали. Все, добрались. Приехали. Вот тебе еще одна рука. Держи. Еще одна часть, Линк. И мой дух получит новую оболочку. Это самый высокий цех. До него довольно сложновато добраться. Но мы здесь. Цех правой ноги. Нам тут уже показали путь, поэтому никаких проблем. Поднимаемся на лифте. А дальше нам нужно приделать вот эти вот штуки, чтобы поехать наверх. На нее, конечно же, пропеллер. Надеюсь, что этого хватит. Все, я здесь. Можно ехать. Погнали. Ветерком, елки. Блин, опять здесь зацепилось. Да почему ты цепляешься-то? Что-то какая-то фигня. Тут, видимо, по-другому как-то надо завести все это дело. Короче, в топку. Мне кажется, тут проще будет сделать вот как. Теперь телепортируемся наверх. И посмотрим, смогу ли я поднять эту вещь отсюда. Вполне да. Так что, как бы, вот. А я морочился геморройлсу. Все, коробку прикрепил. К ней прикреплен пропеллер. Я думаю, что все у нас должно получиться как надо. Ставим на взлетную полосу и посмотрим, потянет, не потянет. Вроде тянет. И вроде все хорошо. И даже летит очень здорово. Заходим на посадочку. Отличное приземление, как я всегда практикую и умею. Это все отрываем. Последняя деталь, когда ставлена, пожалуйста. Получите, распишитесь. А, вам же еще и вставить нужно. Ну, сейчас. Голем уборщик. Активирован. ВОЛНИКС 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 СОЛЬНУЕ ВОЛНИКС 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 Активирован. И я такой срогом стою. Благодарю, Линк. Мне нужно теперь лишь одно. И это мой тайный камень духа. А где ты его просрала? Тайный камень должен быть здесь. Помоги добраться в это место. Да легко. Погнали. Путь туда весьма опасен. Тело, данное тобой мне, этот голем, обладает скрытой силой. Если отправишься туда, все узнаешь. А ты разве со мной не пойдешь? Прошу. Помоги добраться до моего тайного камня. Да без проблем. Пойдем. Я все сейчас тебе покажу. Голем Минеру. Линк может ездить верхом на големе Минере и управлять. Вау! Елки-палки! Это круче, чем любая другая постройка. Управлять роботом, это же мечта всех мальчишек. Офигенно! Я наверху! Я верху! А, ну правда, видишь, у меня батарейки тратятся на это все дело. Так что слишком долго на нем не покатаешься. Но тем не менее, елки-палки. Тут еще приспособы всякие нам дают, да? Которые мы можем прикрепить к нашему роботу. Линк, оружие, которое ты здесь видишь, сделает голема сильнее. Прикрепи его к руке голема, и его удары будут мощнее. Не вопрос. Путь к тайному камню долг и полон опасности. Не пропускай арсеналы, которые встретятся тебе в дороге. И еще советую попрактиковаться как следует в управлении големом. Ты должен быть готов ко всему. Значит, мы можем прикрепить огнемет, потом вот молнию, вот эту вот штуку. Я хочу, конечно же, взять булаву. Ну, в смысле, сделать булаву. Мы к правой руке ее крепим. И щит. Хочу щит взять. Или, может быть, на спину. На спину прикрепим. Вот. Защита спины у нас будет. Ну и, конечно, огонь. Вот. Так, огнемет работает? Работает. Все. Пойдем теперь попрактикуйся. Вот, кстати, щит. Вот так вот я его выставляю. Блин. Кстати, смотри. Они бьют меня на роботе, но сердечки отнимаются у меня из-за миазмур. Так, не подходи ко мне. На тебе огоньку. Вот так вот вам. Горите в аду. А теперь получай дубиной. Ух, как они улетают отсюда. Я со спины как-то могу брать вещи? Наверное, могу, когда у меня ломаются в руках. На тебе. Сзади подошел. Спереди подошел. Ну, урон у этого голема такой себе. Вроде бы мощная такая дубина, да, у меня. Но вообще ни о чем урон. Проще, наверное, самому вручную заколошмарить. Вот, давай посмотрим. Слезай, линк, слезай. Так, проверка. Идем вот сейчас дубасить его. Блин. Оружие сменить надо. Оружие забыл поменять. Вот эту возьмем. Ну-ка. Ну, кстати. Они довольно мощные, в принципе. Даже я им мало наношу урона. Ну вот, этот сдох. Сердечек, правда, потратил. Как много. А, ну, конечно, это серебряный бог коблин. Они довольно сильные. Сейчас попробуем вот на этих штуках. Получай. За то, что ты включил сирену. Готов. И тебе тоже на... Подождем. Гори. А, блин. Все. Отломилась эта булава. Так что крепим новую. Вот. На тебе. Ты ко мне не подойдешь. Ну что же ты. Давай еще раз. Подождем его. Ой, и моя дубина подойдет. Она сейчас у меня с гориджей. Нехорошо вышла. Что, неужели ты такой крепкий? Предлагаю слезть. Предлагаю слезть и... Вот так вот сделать. Сейчас подбегу и попробую ему навалять. Да, он действительно крепкий. Оружие сломалось. Ну вот. Узловая толстая палец. Линк, если прикрепить к спине моего голема определенный механизм Заная и включить их, он станет подвижнее. Храм, в котором ждет тайный камень, все еще далеко. Поспеши, Линк. Так вот, я и хочу. Я и хочу к спине прикрепить ракеты. Можно? Пожалуйста. К спине. Во! Вот это другое дело. Давай попробуем активировать, значит, ракету. Спина. Активейшн, пожалуйста. У-ху! Нифига себе. Надо бы вернуться и попробовать... Нет. Пропеллер. Давай прикрепим пропеллер. Пропеллер. Теперь я должен, наверное, двигаться пошустрее. О, да я прям бегу. Ничего себе. Мимо, мимо, ребята, мимо. А я бегу, а я бегу. Забавно это все. Федухату успевай собирать. Так, врубаем, врубаем, врубаем. Линк, если прикрепить к моему голему определенные виды оружия, он сможет атаковать врагов издалека. Хорошо прицелься, и ты сможешь повернуть ход битвы в свою пользу. Избавиться от монстров у себя на пути. Так, вот вместо огня я бы, конечно, вот... Лучше пушку, конечно, бы взять. Давай ее в левую руку. Вот. И получается, что я могу теперь в атаку отстрелять. О, да! Моща в моих руках. Получай. На тебе еще. Там еще кто-нибудь ко мне бежит? Ох, хорошо. Ой, я даже сам себя откинул. Так, так, так. Вот так вот вам. Я предлагаю еще тогда заменить оружие в правой руке, чтобы у меня была пушка и лазер. Лазер как у нас реагирует? А, у меня батарейки сели, подожди. Все, батарейки загрузились. Ух ты, лазер это круто. Попадем? Или не попадем? Так. Круто мышек уничтожать лазером. Но по ним сложно попасть. Капец, как сложно. Нам нужно двигаться в ту сторону. И у нас на пути здоровый свин. С которым... Я надеюсь, мы справимся очень легко. Свин. Давай-ка мы его лазером сейчас поджарим. А ему все равно. А вот уже не все равно. А если в глаз тебе фигачить? Если в глаз ему фигачить лазером, ему тоже все равно. Так, а теперь снаряд. Хорош. Еще. Отлично. Все, энергия закончилась. Но я заюзаю сейчас суперзонар. Я вот даже не знаю, что лучше. Лазер или... Пушка. Пушка. Ладно, давай-ка я сейчас слезу и так наваляю этому здоровячку. Блин, из-за травы нифига не видно. Эй, здоровяк, повернись ко мне. Мне нужен твой глаз. Есть попадание. Ну, а теперь берем вот этот крутой меч. Вот и все. Он сдох. Рок синего хинокса. Причем очень мощный. Еще и кристалликов понадавали. Все, ладно, поехали. Короче, этот робот, он не такой мощный на самом-то деле. Средняя его мощность. Мое оружие куда мощнее, чем он. Но его преимущество в том, что на нем я могу преодолевать миазмы. Но надо не забывать, что у него еще нету камня. А камень дает увеличенную силу. Поэтому посмотрим, что будет с камнем. Линк, до тайного камня осталось совсем чуть-чуть. Используй силу голема, чтобы продвинуться вперед. Не вопрос. Мне пушки надо обновить. А то они у меня же скоро сломаются. Дайте нам, пожалуйста, булаву. Спасибо. А может быть ее даже и две... А у меня же пушки в руках, елки-палки. А пушки могут сломать это? Сейчас проверим. Итак, давай пушкой стрелим. Ну, в принципе, да. Зря я возвращался за булавой. Можно было бы и пушкой. Ну, хотя батарейки кончаются и булава нам на руку. Это дико напоминает дронов-шахтеров. Все, пробились. Бежим дальше. О, погоди. А это что за руда? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Зонары. Елки-палки. Целая куча. Так, и кто-то ко мне там бежит. Что это вы от меня хотите? Ах, ты меня укусила. Гадина маленькая. Прибежали такие, хотели от робота моего механизмов пооткусывать. Все, с зонарами покончено. Я так полагаю, что там то, что нам нужно. Вон наверху. Ускоримся. О, а тут отряд бежит. Мязмовых свиней. Надо бы это дело обижать. Ну вот, мы прибыли, и я тут вижу ракеты. Значит, нам надо будет сейчас взлететь наверх. От всей видимости. Линк, это и есть храм духа. Но голем не сможет забраться на скалу. Однако, если ты применишь его силу с умом, я думаю, это не будет переградой. Мы почти на месте. Еще немного, и ты доберешься до тайного камня. Что ж, я знаю, что делать. Ракеты в руку. Так, так, так. Ну что? Вначале спину в ракету, а потом вперед руками. Типа так. Сейчас попробуем. А теперь... А теперь какая-нибудь другая ракетная чушь. А, ракеты вон как используются. Ёлки-палки. Ладно, тогда сделаем следующим образом. Я прям притык подойду сюда. Попытаюсь взлететь. Езжать вперед просто. Ну-ка. Все, мы туда залетели. Храм духа. Бежим-бежим скорее туда. В этот храм. Там какая-то статуя огроменная стоит. А я тут, пожалуй, цветочки вот пособираю. Комфу сью. Это сломать нужно или... Отсмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все оказалось не так-то просто. Еще глубже надо спуститься. А вот и камень. И что, мы так просто его возьмем? Прошлые камни, чтобы взять, нужно было боссов зафигачить. Возможно, сейчас и здесь кто-то появится. Да, появится. Сто процентов. Потому что, смотри. Здесь лежит оружие для голема. Это место охраняется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. Ух ты! Этого голема я создала очень давно. Големом управляет монстром. Захваченный голем. Если голем в руках короля демонов, его нужно уничтожить. Линк, помоги мне в бою. Да не вопрос. А где все мои приколюхи, которые сюда... Вот, вот. Все здесь. Вперед! Нужно немедленно остановить голема. На тебе ракетой. В пах. Я, кстати, щитом так и не пользовался толком. Ну-ка, ударь меня. О. А теперь я тебе. Вот так вот. Вот так вот тебе. Надо его к этой, к сетке оттолкнуть. Да, сделан он на славу. Только опрокинуть его и можем. Давай. 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 Работа. Хорош. Короче, да, его к сетке по-любому надо. Сейчас я возьму. Опа. Ты что, стреляешь в меня? А где ты пушки взял? Я тоже хочу. А, вон. Упала пушка у него. Давай, давай, давай. На тебе. Теперь другой. Теперь варсеный. Хорош. Вот так вот тебе. Можешь воспользоваться колючей проволокой? Так я как бы колючей проволокой и пользуюсь. Ой-ой-ой-ой. Получай. Давай еще, еще надо отбросить. Хорошо. Еще. Ну же. Еще. Почти. Получилось, нет? Да, он в колючей проволокой. Ништяк. Ой, хорошо. Дополнительные руки вылезли. Прикольно. Я бы тоже хотел четыре руки. Запасные руки. Будь осторожен. Ракета-то откуда? На тебе. Вот так вот. Держи плюху. Давай уже. Хорош. У меня, правда, отвалились все эти штуки. Ой-ой, он еще что-то успел запустить. Ну давай, стремяй уже. Стремяй в него. Отлично. О, хорошо. Поджарился по полной. Что ты сделаешь еще? На тебе, пупу. Прижмись канатом. К проволоке, в смысле. О, да. Еще. Успел улететь. Чуть поставил. Ха-ха-ха. Ну, он ни к чем, на самом деле. Все, я его сейчас ушатаю. Ха-ха-ха. Сердечко. Люблю сердечки. О, телефон зазвонил. А что это Минеру делало в моем Пураншете? Я же прав, что этот робот теперь будет всегда со мной. Реинкарнации робота, но это как-то бредово будет. Я мудрец духа и... Одна из Занайи. Я здесь, чтобы помочь тебе ради Зельды. О, какая красотка. Ну, я прям влюбился. Минеру. Она так повернулась еще. Ижясно. И музыка, ну, все хорошо. Романтичная обстановка была. Рада знакомству, Линк. Спасибо. Благодаря тебе я смогла вернуть свой тайный камень. Я хотела пробудиться, когда ты получишь Пураншет. Я бы поместила свой дух в Голема и направляла тебя. Но слуги Ганандорфа захватили его. Хорошо, что ты смог найти дорогу ко мне. Линк, дай руку. Теперь я, мудрец духа Минеру, дарую тебе силу. Прими это да. Е-е-е, рука Таноса собрана. Теперь щелкнем, и Ганан подохнет. Мы с тобой теперь крепко связаны. Мой дух будет в Големе отныне. Я буду помогать тебе. Я жила в давние времена. В те времена, когда был основан Хэру. Обстоятельства сложились так, что мне пришлось покинуть свое тело и стать бесплотным духом. Я погрузилась в сон внутри Пураншета, чтобы иметь возможность обо всем тебе рассказать. И хотя я задержалась по вине короля демонов, я приношу тебе извинения. Так, подожди, какой Пураншет? Че ты несешь? Пураншет создал Робби и Пура. Как? Откуда у тебя был? А, погоди, Зельда. Точно, Зельда его же перенесла во времени вместе с собой, да? И она его спрятала в одном из прислужников. Точно. А, все, все, я понял. Вопросов нет, окей. И хотя я задержалась по вине короля демонов, я приношу тебе извинения. Прости меня. А теперь перейдем к главному. В те времена, очень давние для таких, как ты, Зельда пробудилась в виде мудреца времени и появилась перед нами. Я хочу поведать о той трагедии, которая произошла давным-давно в Хайруле. И о том, как Зельда, получив тайный камень и переместившись во времени, взяла на себя в прошлом тяжелое бремя. Я поведаю тебе, как ее решимость и сила передались Высшему Мечу. Давным-давно Занаи, потомки богов, спустились с небес на землю и принесли с собой великие знания. Унаследованные от богов тайные камни, уникальные артефакты, усиливающие способности их владельцев. Мой младший брат Рауру правил по законам Занаи. На земле он встретил Сонию, на которой женился. Рауру отдал Сонии один из тайных камней, и они вместе основали королевство. Королевская чета Рауру и Сония назвали свои владения Хайрулом. Под их мудрым руководством народу жилось хорошо. Но затем случилась беда. Из пустыни пришел злодей. Вождь Геруда, Ганандорф, лишил Сонию жизни и захватил ее тайный камень. Тайный камень превратил Ганандорфа в короля демонов. Он создал лорды монстров и решил покорить мир. Жители Хайрула ожесточенно сражались силами зла, но попали в западню. Рауру разработал план спасения. Он раздал тайные камни воинам с особыми умениями. Они стали мудрецами и бросили вызов Ганандорфу. Рауру и мудрецы могли бы справиться с королем демонов. Мы не думали, что Ганандорф обретет такое могущество. Я не смогла противостоять ему. У нас не оставалось надежд. Ни единый. Но Рауру не сдался. Гордыня погубит тебя, Ганандорф. Гордыня погубит тебя, Ганандорф. Заточить меня хочешь? Ты хочешь отобрать мою силу? Это ты умно придумал, должен признать. Но все имеет свою цену. Такова жизнь. Я готов заплатить любую цену. Король Рауру! Тысячи лет промчаться, как один миг. Победа будет со мной. Нет. Однажды придет герой, который навсегда с тобой расквитается. С мечом-сокрушителем зла. Линк! Запомни это имя. Линк. Буду ждать с нетерпением. Линк. 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 Война за точение – вот имя трагедии. И хотя мы все-таки смогли заточить короля демонов, я была сильно ранена, и мне пришлось покинуть свое тело. Именно тогда Зельда пришла ко мне со сломанным мечом. Да, когда высший меч исчез из твоих рук в Храме Времени, он переместился во Времени и оказался в руках Зельды. И теперь он вернулся к тебе. То есть этот меч тоже путешествовал во Времени? Да, в моем Времени я видела. Как высший меч ранил Гонандорфа, даже будучи сломанным. Ранил короля демонов, против которого мы были бессильны? Но что мы можем сделать с этим мечом? Если высший меч подпитывать священной силой, то, восстановившись, он станет еще мощнее. Правда? Тогда этот меч может стать нашим главным оружием против короля демонов. Однако, чтобы меч стал достаточно мощным, понадобится очень много времени. Скажи, как ты предлагаешь подпитывать его на протяжении веков, Зельда? Я знаю способ. Нет! Да, любая магия сгодится. Говорю нет. Подумай о себе, ты потеряешь человеческий облик. Ты же не хочешь... В Минеру! Ты понимаешь, что пути назад нет? Как только меч оказался у меня, я поняла, зачем я перенеслась во времени. Я... восстановлю высший меч и отдам его Линку. Как хочешь. Ты же уже все решила? Виноваты мы. За Найи. Это все из-за нашей гордыни. Я... сделаю все, что в моих силах. Для твоего героя. Для Линка. И посвящу этому жизнь. Даже если мое тело погибнет, я буду его ждать. После этого мы с Зельдой обговорили наши планы. Мы решили помочь тебе в далеком будущем. Пока я еще не погибла от миазмов, я успела стать духом и укрыться в Пураншете. А Зельда провела запрещенный обряд. Она верила, что если ты одолеешь короля демонов высшим мечом, в Хайруль его царица мир. В твоих руках наша надежда. Сокрушитель зла. Высший меч, оставленный тебе Зельдой. И Диллинг. С помощью меча, в который Зельда вложила всю свою надежду, ты сможешь одолеть короля демонов Гонандорфа. Субтитры создавал DimaTorzok